Дневной разворот Я, кстати, сегодня впервые за долгое время ехала как раз в общественном транспорте, ехала, как раз рассматривала город, газоны, цветочки, деревья. Приятно смотреть, да? Ну, летом-то, в принципе, достаточно приятно. Много зелени, деревья, цветы, да, сейчас повсеместно повсюду. Но надо сказать, что в июле этого года в нашем городе стали заметны работы, которые до этого, по-моему, вообще никогда не проводились. Ну, по крайней мере, последние несколько или даже много лет. И эти работы сразу же буквально вызвали большие вопросы со стороны обычных жителей. Вот я помониторил новости, тут, оказывается, уже жительница города Кировчанка выходила с одиночным пикетом с просьбой спасти зеленые насаждения от городминистрации. Обращалась она с этой просьбой спасти в РИО исполняющего обязанности губернатора Александру Соколову. В общем, в начале июля, 8-го числа у нас в Кирове начали, ну, как это нам говорят, срезать газоны. Все это делается с целью понизить уровень газонов над уровнем бордюров. А бордюр отделяется, соответственно, зачастую от тротуара, от проезжей части. Ну, я так понимаю, это связано с проблемой вот этой стекающей грязи, видимо, с газонов. Грязи, жижи, когда идет дождь, когда у нас тает снег весной. Об этом, насколько я помню, много-много лет еще назад урбанисты всевозможных уровней говорили, что, друзья, должен быть уровень газона ниже, чем бордюр, и тогда все это не будет стекать. И вроде бы это хорошая процедура такая, понятная, логичная. Да, мы вроде как превращаемся в такой современный город, перенимаем опыт, грязи будет меньше, что не может не радовать. Но, увы, все вопросы к тому, как это все делается, да, и, собственно, что вызвало возмущение горожан. Вот об этом сегодня собираемся поговорить со многими специалистами и сразу же представляем нашу гостью в студии. Светлана Кекина, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства управления дорожной парковой инфраструктуры города, руководитель проекта 30 скверов. Светлана, добрый день. Светлана, добрый день. Ну, исходя из наименования вашей должности отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства, надо полагать, что вы категорически против выступаете того, что сейчас происходит с газонами. Обозначьте свою позицию. Давайте, моя личная позиция. Конечно, работы не велись очень давно. Но, в принципе, город с озеленением не работал, ну, на моей памяти, это где-то 17-го года, так, 19-й год. Вот. И здесь разноплановые работы и деревья, и газоны в том числе. И обычно, как мы видим, горожане, что где-то раскопали, что-то черного подсыпали, что-то засеяли, и снова газон. Вот. И, ну, все нормально. То есть мы привыкли к этому, в этом жить. Вот. А оказывается, действительно есть нормы, и они, вот, придя на свою должность, я уже вижу, что нормы содержания газонов, они тоже есть. Газоны работаете, да, в этой должности? Да, месяц. Вот. Что эти нормы есть, и, действительно, там, все подрядные организации должны снимать. Ну, то есть это не что-то новое, не какое-то нововведение, это нормы, которые должны были соблюдаться до этого. Да, да. Что газоны должны быть ниже, действительно, но не бордюров, а тротуаров. Вот. И сейчас было решено это сделать. Но, опять же, исполнение, про которое вы сказали, возможно... Не, не которое я сказала, а которое в реальности мы видим. Да, которое мы видим. Вот. Здесь вопрос, что, опять же, принимают решения люди, которые управляют городом, и они не всегда с... То есть они обращаются в разные, там, инстанции, а вы что скажете, а вы что скажете, то есть они советуются, а в итоге принимают решения самостоятельно. И выполнение отдаётся не ребятам, которые всегда занимаются озеленением. Например, вот наш отдел охраны окружающей среды зелёного строительства, это вот уже некая реинкарнация горзеленхоза, вот, который когда-то был, его сейчас не существует, у нас нет структуры, которая занимается озеленением в городе. Вот, это данность. Вот, поэтому разные строительные с озеленением работы ведутся разными подрядными организациями, в которых не всегда есть специалисты по озеленению. Соответственно... Специалисты как в теории, да, у них есть сложности в понимании, да, что нужно делать, так и в реализации, в практике. Ну, да, если я строю дороги, то я умею строить дороги, вот, и деревья для меня это как декорации, как некие столбы, которые... Так они часто и выглядят после благоустройства. Как объект, создающий тень, под который можно... в который можно посидеть в жарке летней. Да, поэтому вот моя позиция, она такая двоякая, что это очень правильный эксперимент. Вопрос, что его нужно делать с поправками, чтобы это делали организации, которые занимаются зелёным строительством. А сейчас почему это в ваш отдел не передают? У вас не прописано это в бумагах каких-то полномочий или что? В чём проблема? А вообще вот эти работы, они должны вестись в определённый срок, то есть нам нужны там поливы и так далее. Здесь работы нужно было выполнить в другой определённый срок. Соответственно, есть подрядные организации, которые, ну, согласились это сделать. Вот. И сейчас в моей компетенции, как нашего отдела, это уже создание самого газона. То есть вот грунт сняли, его вывезли, и мой отдел уже будет делать, создавать газоны заново. Что для этого потребуется? У нас уже закуплены травосмеси. Для этого закуплен грунт хороший. И сейчас будет и укатывание, и разравнивание, и убирание всех камней. Это будет такой длительный процесс. Но мы надеемся, что мы сможем сделать хорошие, качественные газоны. А что в бумагах, что в нормативах говорится? С какой периодичностью вообще должна производиться эта срезка газонов? И вообще правомерно ли её называть срезкой? Срезка это? Ликвидация верхнего слоя. Это называется ремонт. Ремонт газонов. Ремонт. Ремонтная работа. Ремонт газонов. Строительство. Ремонт. Да. Ландшафтная архитектура уже. Вот. С периодичностью ничего не сказано. То есть действительно оно в разных случаях по-разному. Я бы в этом варианте, наверное, на будущий год порекомендовала бы потренироваться на газонах, где нет деревьев. Ну, то есть у нас такие тоже есть. И мы видим, что в таких случаях ребята вообще отлично экскаваторами работают и ничего не повредили. Всё там замечательно. Мы можем прийти укатать, подсыпать, снова укатать, рассеять, посеять и так далее. Это вполне понятно, когда ничего не мешает. Нет таких естественности ребят. Ничего не мешает. Вот. А с деревьями здесь нужен ручной труд. То есть у нас есть опыт, когда наша организация, ребята работали и с техникой, и вручную. И вот у деревьев сохранён корневая шейка, она осталась скомом земли, то есть деревья не повреждены, потому что они обходили всё вручную. А как это по итогу потом должно выглядеть, если уровень газона должен опуститься, а корни же у деревьев, они всё равно получаются выше. На той глубине, на которой они уже были. И это вообще-то в нормативах тоже указано, что при ремонте, при различных строительных организациях нам ни в коем случае нельзя трогать корневые шейки деревьев. То есть вот как они были, так они и должны оставаться. И здесь уже задача строительных организаций... Как-то обозначить их, ограничить, да, от основного газона. Вообще, ну, так, исходя из какого-то жизненного опыта, из каких-то логических соображений, эта работа по срезке, она должна проводиться, ну, не знаю, на мой взгляд, с периодичностью, может быть, раза в 2-3 года. Потому что, понятное дело, что город живёт, трава, которая произрастает, она потом засыхает, да, это постепенно увеличивает поверхность этого газона, плюс наносы с проезжих частей, да, пыль. Всё это летит, и постепенно, со временем, всё равно уровень газона-то он повышается. Да, и плюс строительные работы они тоже докладывают туда, то есть не было снимания газона, то есть вот... Вот и получается, что снимать-то его надо, да, ну, хотя бы не каждый год на одном и том же месте, но с периодичностью в несколько лет, видимо, получается. Я бы брала горизонт 5 лет. 5 лет. Вот, потому что 2-3 года адаптация деревьев — это постоянный стресс. Вообще у нас, я бы, наверное, по-другому повернула тему о том, что у нас зелёное строительство вообще всегда последнюю тему. У нас Марина Анфилатова на связи, сейчас мы тоже к разговору подключим. Марина Анфилатова, инженер отдела охраны окружающей среды и зелёного строительства управления дорожной парковой инфраструктуры. Марина, добрый день. Здравствуйте. Да, Марина, мы знаем, что вы непосредственно выезжали на те места, те участки, где подрядчик проводит срезку газона. Что вы видели своими глазами? Поделитесь, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, это обоснованно проводится, качественно, некачественно. В общем, что вы увидели, то, что вас шокировало, возможно, поразило? Ну, конечно, очень радует активная позиция наших граждан, наших горожан. Но беспокоиться я пока не вижу причин, потому что слой снимаемого грунта никак не повлияет на жизнеспособность деревьев, произрастающих на газонах. Так как повреждение до степени прекращения роста относится только, если корневая система повреждена свыше 50%, либо задета кора и повреждение лоба свыше 30% общей площади. Но таких, пока я не увидела нарушений, слой снимается сантиметров на 10-15. То, что задевают поверхностную корневую систему, это не отразится на дальнейшем росте растений. То есть гибель это не вызовет. И потом будет подсыпка плодородного грунта и посев газонной травы. Будет все очень выглядеть эстетично, красиво. И гражданам точно пока беспокоиться не о чем. Таких прямо нарушений с крупными повреждениями, чтобы деревья погибли, в настоящее время не установлено. Вот подождите, наши коллеги ГТРК недавно выпускали сюжет, там речь шла в том числе о улице Пролетарской, если не ошибаюсь, и жители близлежащих домов забили тревогу именно по поводу глубины среза этого газона. Прямо с рулеткой там мужчина мерил, вместо 10 сантиметров срезали почти 70. И там прямо в сюжете видно вот эти оголенные корни, частично перерубленные, перерезанные. Я еще раз уточняю, что степень прекращения роста деревьев, это повреждение корневой системы более 50%. Ну я понимаю, что конкретно нужно на месте досмотреть там, что произошло. Вот, то, что был сюжет про березы Новоровского 78, могу сказать, что у берез стержневая корневая система. И повреждение поверхностных корней также не отразится на дальнейшем их росте и состоянии. Единственный момент, когда повреждается кора, даже пусть незначительно, во-первых, это вызывает беспокойство граждан, очень некрасиво смотрится. И мы подрядчикам даем рекомендации закрашивать в соответствии с приказом госстроя масляной краской на натуральной олифе. И если обрыв коры и есть, то даже приматывать шпагатом. То есть такой комплекс мероприятий обязательно должен проводиться. А подрядчики кто? Как уходная работа. Этой информацией я не владею. Мы в настоящее время, наши сделки производят только под севт травы. Ну, просто интересно, вот то, что они не повредили положенные 50% корней и деревьев при срезке этого газона. Это профессионализм или удача? Это, как сказать, ну это человеческий фактор. То есть какие работники выполняют данную работу, я, как бы сказать, их квалификацию не могу, так как работаю в другом мозге. А есть какие-то нормативы, правда, вот по глубине срезки этого газона? То есть сколько сантиметров? Ну, это озвучили 10 сантиметров. Глобоустройство, это прописано при восстановлении газона, даже при проведении земляных работ. Ну, то есть обязательно ВМК грунта на 20 сантиметров производится. Но так как у нас газоны в некоторых местах города намного выше бордиров, Ну вот, да, если не хватает этих 20. Не владея данной ситуацией, так как не выезжала на конкретное место и не видела сами газоны. Но, видимо, индивидуально нужно в каждом месте разбираться и смотреть, да, сколько там слой почвы позволяет его убрать. Грунты не предусматривают срезку больше 20 сантиметров, а на местности получается что? Это восстановление после проведения земляных работ. То есть устройство газона, тут уже немножко другие нормативы, и в каждом месте это проводится индивидуально, в зависимости от того, какой высоты грунт был у газона в данном месте. Марина, скажите, а вообще время сейчас, вот июль, август, месяц, оно подходящее для таких работ? Или, может быть, было намного безопаснее для деревьев заниматься этим чуть пораньше, может быть, весной или осенью? На деревья это никак не влияет. На деревья никак не влияет. В принципе, газоны благоустраивают в течение, как бы, круглогодично. Здесь единственное, только планировка проводится в любое время. Единственное, вот все травы будут производиться в агротехнические сроки. Это уже, да, там до заморозков можно подсевать эту гону траву. А еще скажите, ну, мы все прекрасно понимаем, работы очень много, зеленых насаждений, деревьев очень много. И ведь не исключено, да, где-то человеческий фактор. Ну, вот могут случиться тотальные повреждения какого-то дерева, да, большого, которое уже много десятилетий растет. Тогда будет вестись зонная работа нашими юристами. А, то есть... По восстановлению. То есть каждое дерево, оно, собственно, со своим адвокатом, что называется, да, может потом посудиться за свою судьбу? Ну, как бы дерево не с адвокатом, но у нас... Ну, я образно выражаюсь. Среди зеленых насаждений на территории города. Каждому дереву присуждается инвентарный номер, описывается его характеристика, его состояние на нынешний момент, скажем так, диаметр, уходная работа, которая ему необходима. Поэтому все деревья учтены, и все деревья, которые будут повреждены, естественно, претензия будет подрядчику предъявляться, чтобы они провели комплекс восстановительных мероприятий. Вот, вот, я это и хотел как раз услышать. То есть появится ли что-то на месте этого, вероятно, да, погибшего дерева, возможно, да? Если погибшее дерево по дендропроекту разрабатывал, будет разрешено, посадка в этом же месте инженерными, собственниками инженерных подземных коммуникаций, то дерево будет восстановлено. Если дерево произрастает в охранной зоне, то посадку нам не разрешит ни водоканалу, ни теплосети. Потому что у нас большинство деревьев в городе посажены в охранной зоне теплосетей, водопровода и других инженерных подземных коммуникаций. Все понятно. Спасибо большое, Марина. Марина Анфилатова с нами была, инженер отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства управления дорожной парковой инфраструктуры. Светлана, скажите, вот, сюжет смотрел, в том числе новости читал, везде вот это фигурирует поправка на то, что есть у нас деревья с поверхностной корневой системой, со стержневой, вот сейчас прозвучало. Я думаю, что конкретные рабочие, которые занимаются срезкой деревьев, они в этом вовсе и не разбираются. Так вот, собственно, вопрос мы с чем мы будем связаны. Не представляют, да. Здесь, опять же, подрядные организации, кто выдает им план работ, кто составляет тех заданий. Соответственно, если бы у нас была структура, которая бы могла выполнять все работы в полном объеме, тогда бы, наверное, была бы другая ситуация. Так, вы сказали про восстановительную уже работу, землю уже закупили, смесь вот эту газонной травы. Когда непосредственно работа начнется или она уже стартовала? В некоторых местах стартовала, в некоторых еще только готовится. И я бы попросила, наверное, горожан не паниковать и подождать конца эксперимента. То есть, как я для себя определила, что я смогу уже дать какие-то рекомендации и посмотреть. Во-первых, когда заколосится газон, мы до октября планируем закончить работы в большинстве своем. До наступления холодов он где-то уже успеет, собственно, показать. Поэтому я смогу снова сделать, уже проанализировать, что произошло. Мы увидим результаты по деревьям, наверное, еще весной. Мы снова проинвентаризируем и посмотрим, как что получилось. И дальнейший эксперимент, я надеюсь, что будет уже под контролем нашей организации. Давайте еще одного гостя подключим к нашей беседе. Игорь Меркулов с нами на связи, начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры. Игорь Александрович, добрый день. Да, добрый день. Да, Игорь Александрович, мы сегодня говорим про масштабную работу в качестве эксперимента. А на сколько, кстати, она масштабная? Сколько метров, километров этих газонов будет срезано в качестве эксперимента? Обновлено, отремонтировано. Да, какие задачи, на каких участках стоят в первую очередь в этом году успеть понизить уровень газонов? Да, с этого года мы начинаем такой, скажем так, пилотный проект, который мы хотели бы запустить. Наверное, не хотели, а надо было запустить еще несколько лет назад. Именно по срезке газонов. Были выбраны основные участки, скажем так, наиболее запущенные, на которых уровень у нас в земле на газонной части превышал 10, 15, 20, где-то даже и 30 сантиметров. Это у нас основная улица. Это улица Воровского, Мерицейская, Производственная. Также планируется улица Горького, Ломоносева, Чёрса, Ленина. Участков, на самом деле, очень много, но планируем остановиться на вот этих основных улицах. То есть на этот год стоит задача вдоль основной городской регистралии? На всей протяженности этих улиц, которые вы перечислили? Или выборочно? Выборочно те участки, где именно газонная часть прямо нависает у нас над проезжей частью. Если говорить именно об объемах, в количественном значении, в этом году планируем порядка 20 тысяч квадратных метров газонов привезти в соответствие. Много ли денег потребовалось уже? На эти цели у нас выделено на приведение газонов, соответственно, средств газонов с вывозом вот этого гранта, у нас порядка 1,8 миллионов рублей. То есть 1,8 миллиона рублей. И почти 2. Да, почти 2. Подрядчиком выступает ГДМС? Да, подрядчик у нас это город ГДМС-Труй. То есть подрядчик туда, это частное сдержание очень дорожной системы. Ну, основная подрядная организация для нашего города. Какая задача вообще, если выражаться простым языком, ставится перед подрядчиком, перед рабочими? Кто следит? Как следит за то, чтобы только лишь 10 сантиметров, или, как мы сказали, не более 20 сантиметров было срезано? Как контроль происходит над этим, над всем? Первоначально, конечно, выдаётся задать подрядчику, определяются участки улиц. Это им занимаются специалисты отдела содержания дорожной системы. Далее, соответственно, подрядчик у нас выходит на объект и производится механизированным способом снимания грунта в газонной части, где у нас, соответственно, расположены лики подземных коммуникаций, либо вблизи стволов деревьев, вблизи столбов, и вблизи. Работа производится вручным способом. То есть специалисты, с папатами, с другим инструментом вручную очищают эти моменты. В процессе производства работ, в том числе и объёмы, и направления, где у нас работают подрядчики, контролируют точно так же специалисты отдела содержания. Если они в своей работе фиксируют, что тот или иной ствол, как у нас в 2013 году, к сожалению, случилось, повреждён, то прилегают уже специалисты отдела охраны зелёных насаждений. Они вместе уже комиссионно осматривают повреждения, ну и компенсируют какие-то предписания подрядчику для того, чтобы он устранил. То есть ответственность всё-таки некая предусмотрена за повреждения зелёных насаждений. Когда, если так обозревать ближайшее будущее, когда вот этот пилотный первоначальный этап будет завершён после резких газонов? В августе он ещё продолжается, в сентябре ещё будет? Пока нам позволяет погода, пока у нас позволяет и дорожный сезон строительный, пока мы можем, потому что после того, как мы с вами срезаем излишний грунт, мы засыпаем чёрной землей наши газоны и всю им, соответственно, траву. Вот пока мы можем себе позволить именно по погодным условиям заниматься данными работами, мы будем заниматься. Планируем, где-то к началу октября, наверное, оно завершим. А, ну-то при условии хорошей, подобающей погоды с сентября ещё планируется, собственно, заниматься этими вещами. Хорошо, спасибо за комментарии. С нами был на связи Игорь Меркулов, начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры. Я предлагаю пару минут ещё поговорить у нас и сходить на рекламу, затем уже подключать нового специалиста. Смотрите, Светлана, а как быть вот с клумбами, которые, ну, вот такие наклонные? Когда плоскость не горизонтальная, не ровная, да? Да, цветы, вот цветники высаживают, как у октября, да? С каким-то уклоном. Газон с уклоном там под углом. Это ведь дополнительный фактор для того, чтобы вода стекала, да? Длиннаж, видимо, какой-то нужен. Мы как раз с таким газоном и работали на Октябрьском 105. Мы там работу не закончили как раз нашим отделом. Мы малой техникой снимали основной грунт. И там как раз вот перепад высот. То, что у дороги борт очень высокий, а там, где тротуар, бордюра нет. И получается, что по склону вся земля, она стекала на... С какой-то селевыми потоками сейчас приходит на ум. Вот, а смотрите, здесь просто обустроить газон, отремонтировать его было бы неправильно. Здесь нужно делать выход для автомобилистов, потому что паркуясь на дороге, они выходят на газон и идут к домам, к подъездам. Вот, соответственно, у нас идет уплотнение грунта, вытаптывание газона. И вот мы его отремонтируем, а ситуация-то не изменится. Поэтому здесь необходимо изменить саму структуру. Не только газон ремонтировать, но еще делать дополнительные дорожки. Такой опыт есть, например, в Сыктывкаре, что вдоль дороги есть еще некие там... Ну, понятно, да, люди вышли. Да, плитка, дополнительная тропинка сделана и подходы к организациям. То есть так мы защищаем деревья от переуплотнения грунта, так мы защищаем газон. И, соответственно, вот. Но таким образом нужно менять подход к проектированию тротуаров при ремонте дорог и так далее. Я ближе к концу передачи хотел завести об этом речь, потому что одной срезкой, на мой взгляд, тут не отделаться, тут нужен концептуальный подход вообще. И как раз моя задача сделать некие перемены в том, что зеленка сейчас, деревья и газоны, это на последнем месте было. То есть сейчас эта ситуация меняется, и по исследованиям тех же архитектурных бюро, что сейчас это самое важное в городе озеленение. Мы видим, что у нас тротуары строятся, дороги строятся, но при этом нам некомфортно в городе, мы из него стараемся уехать на все выходные туда, где есть зелень. И чтобы вернуть деревья в город, чтобы вернуть качественные газоны, ну вот нас нужно делать одновременно проницаемые поверхности на тротуарах, на парковках. Вот. Я о том, что нужно менять подходы, и, слава богу, это уже начинает происходить. А менять подходы, это другие объемы финансирования, в том числе, и этот вопрос, наверное, в первую очередь стоит, да? Да, то есть это, например, ручной труд при работе с деревьями, и вот то, что их нужно обходить, это увеличение сроков, например. Это, ну, другое качество подрядных организаций, что там в тех заданиях должно быть, чтобы люди разбирались, где корневая шейка, там как работать. Ну вот, просто так, вопрос у подрядчиков, у 26-й школы, то есть у них тоже забор, и такой вот... 26-я школа, это микрорайон Урванцево. И тоже такой вот склон небольшой, и этот склон укрепили, вот эта сетка, я не помню, как она называется. Георешетка, наверное, или что-то в этом роде, да? Да, что-то в этом роде, то есть чтобы вот он не полз туда вниз, этот газон, но, видимо, что-то пошло не так, потому что теперь этот склон ползет вместе с этой георешеткой, вместе со всей травой. Это к вопросу о подрядных организациях, тех, кто выполняет работу, и вообще какое они имеют представление о том, что вообще, в принципе, они делают. Так, пора на рекламу. Пора на рекламу. Пора на рекламу. Небольшая рекламная пауза, и продолжим. Мы продолжаем наш разговор о работе в областном центре по понижению уровня газонов, для того, чтобы грязевые потоки, вода не стекали на тротуары, проезжую часть. Светлана Кейкина у нас в студии, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства, управления дорожной и парковой инфраструктуры, руководитель проекта «30 скверов». И у нас еще один специалист на связи. Григорий Оренгарден с нами, ученый-садовод, доцент кафедры биологии растений, селекции и семеноводства микробиологии Вятского государственного агротехнологического университета. Григорий Анатольевич, добрый день. Да, Григорий Анатольевич, здравствуйте. У нас такая беспокоенная довольно беседа по поводу судьбы зеленых насаждений в нашем городе. Вот сейчас работа по срезке газонов. Для вас, как ученого, для специалиста, какие риски вы видите, к чему может это привести и в чем немедленно нужно корректировать эту работу? Ну вот я смотрю, какие есть проблемы в городе по созданию зеленых насаждений. То есть вот какие проблемы я вижу, скорее всего, это вот расстояние посадки. То есть, допустим, для высокорослых деревьев от строений должно быть соблюдаться 6 метров. Для более низких это 3-4 метра. То есть вот такое, чтобы не было аварийного состояния. И иногда вот делают земляные траншеи, то есть копают, если там трубопроводы где-то порвутся, то есть в зимнее время. Но корневая система, она может вынести температуру примерно в диапазоне минус 15-16 градусов в зимнее время. Вот такую температуру. Ну, основная зона корней завлекается в основном на глубине у деревьев. Это 30-60 сантиметров. Отдельные корни уходят на глубину 3-4 и более метра. И что сказать. Ну, иногда, конечно, роют рядом, вблизи деревьев. Конечно, если один метр, это достаточно близкое расстояние. Вот вы видите эти вещи, результаты этих работ. На ваш взгляд, насколько это научно, насколько это все по уму делается, как мы привыкли говорить? И как избежать такого серьезного повреждения насаждений? Вот. Я хочу по этому делу сказать, что, конечно, у нас не очень соблюдаются сроки обрезки деревьев. Вот эта вот проблема есть как раз. Лучше обрезать их по последнему снегу или в первые декады мая. Это вот одно. Ну, и второе, это, конечно, лучше все вот эти работы делать лесной даже лучше. Ну, мы обрезку имеем в виду. Но мы сейчас больше сосредоточились на газонах, на тех участках, которые отделяют проезжую часть от тротуаров, дома от тротуаров и так далее. Но вот в целом у вас ощущение того, что мы загубим зеленые насаждения в городе, оно создается, не создается в связи с этой работой? Нет, сейчас это все быстро восстанавливается, то есть используется газонная смесь. Вот самое лучшее это Мятлик, Полевица, Райграсс, Осьяница. И они достаточно быстро дают устойчивый травостой буквально за 2-3 года. В общем, ваш взгляд довольно оптимистичный. Есть, конечно, дополнительный грунт еще. Ну, обязательно, да, мы как раз об этом и говорим. Все-таки потому, что идет смена верхнего горизонта и плодородие тут теряется. Спасибо за ваш комментарий. Григорий Рингартен, ученый-садовод, был с нами на связи. У меня такое ощущение, что сейчас где-то мы вот в ботаническом саду оказались, да, и Григорий Анатольевич проводит такую небольшую экскурсию. Да, и смотрим мы на все эти насаждения. Делаем какой-то промежуточный вывод сейчас, потому что сейчас у нас в конце разворота будет еще одна тема, тоже связанная с дорогами, актуальная. Светлана, наблюдаем, да, пока что происходит? Давайте будем наблюдать и делать выводы уже по неким результатам. То есть промежуточные результаты тревожные, но эксперимент не закончен. Ну, мы услышали, да, сумму. Сумма, в общем-то, ну, не знаю, по общегородским меркам, сравнивая с общим бюджетом города, она уж, наверное, не такая и значительная. Есть предположение, что соответствующие деньги будут на будущий год, да, закладываться в бюджете города. Хотелось бы, наверное, побольше. Да, и этот эксперимент, он, ну, пройдет в том числе и с тем, чтобы вынести уроки, да, из него какие-то и отладить эту систему. Ну, и, безусловно, вы, как активисты и специалисты, есть надежда, что будете внимательно за этим следить. Да, и подсказывать. Да. Спасибо большое. Спасибо. Светлана Кекина, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктуры. Светлана, большое спасибо вам. Спасибо вам за интерес. Спасибо. Да, у нас буквально остается четыре минуты, но чуть больше, наверное, мы еще хотим одну тему поднять. Ты, Даша, автомобилист, я тоже автомобилист. Я, честно говоря, пока еще не сталкивался вот с этой проблемой, которая зазвучала у нас в последние дни в городе. Шумовые полосы. Ну, слушай, их... Они тебя беспокоят? Их костерят с самого начала. Я не скажу, что они меня сильно беспокоят. Я сбрасываю просто скорость и поэтому... И нормально их проезжают. Нормально их проезжают. У меня, по-моему, та же самая история. Я не знаю там... Вячеслав Симаков, исполняющий обязанности главы администрации города с нами на связи. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Вячеслав Николаевич, да. Много-много недовольных. Ну, тут вот мы с Владимиром не можем понять, почему, но недовольные есть. Вы в своем телеграм-канале уже уделяли внимание этой теме шумовым полосам, что были обнаружены некие нарушения. Что делается, что сейчас происходит прямо сейчас, сегодня, завтра? Или что с ними? Поясните, пожалуйста. У нас подрядчику было выдано предписание, там были выявлены нарушения. Единственное, не знаю, как они... Сильно ли повлияют на улучшение ситуации, потому что от господских размеров превышение составило там 0,6 сантиметра. Вот сегодня ночью ГИБДД с подрядчиком выезжает на место. У нас по двум адресам, это улица Солнечная и в районе улицы Лепси. То есть там основной негатив идет по этим участкам и будут принимать совместное решение о дальнейших действиях. Подрядчик обещал устранить замечание путем снимания этого лишнего слоя. Вот этих 0,6 сантиметров. Да, да, да. Шесть участков было определено еще в 2021 году, где у нас идет концентрация дорожно-транспортных происшествий и там, как федеральные программы, были нанесены эти шумовые полосы. Вообще цель шумовых полос замедлить движение транспорта, да, в основном перед пешеходными переходами, правильно понимаем? Перед перекрестками, да, в том числе? Да, и в местах концентрации. В местах концентрации. Ну, понятно, там, где, да, пересекаются люди и машины. В чем их преимущество вот уже по прошествии, да, там, этого времени, в котором они работают, по сравнению с лежачими полицейскими? Разная функция у этих сооружений. Могу сказать, что пример привести. Да. Перекресток Роза-Люксембург и Казанская, это территориальное управление по Первомайскому району. Ежегодно у нас десятки аварий в течение года происходили. У нас даже три раза в крыльцо въезжали территориальное управление. В прошлом году у нас погибла женщина, были и другие травмы. Люди оставались живыми, но все равно там были серьезные травмы, повреждения черепной коробки и так далее. То есть здесь никаким образом людей не останавливало наличие знака пешеходный переход. Когда в прошлом году сделали шумовое полосы, ситуация изменилась, сейчас уже здесь не наблюдается, люди более-менее спокойно переходят дорогу. Понятно, что надо смотреть, где присутствует светофорное регулирование, интенсивность движения тоже учитывать и в любом случае принимать это тоже все во внимание. Ну, как я уже сказал, сотрудники ГИБДД пошли нам на встречу и совместный рейд будет в ночное время проведен. А вы говорите функции разные у полицейского лежачего, шумовых полос. Я думала, в принципе, они одной цели, с одной целью устанавливаются, да, снизить скорость. Для транспорта, да. Да, да, да. В любом случае информирование, можно сказать, тактильное для автолюбителей о том, что когда ты всем телом ощущаешь. Привлекаются к опасной зоне. Вячеслав Николаевич, участки дорог в областном центре, где в ближайшее время шумовые полосы будут нанесены, их список ввели тут еще? Нет, уже должны работать. По-моему, все выполнены. То есть, вот те смонтированные полосы, они все, на этот год все с ними закончено, да, получается? Да, этот контраст со стороны подрядчика был исполнен, сейчас идут работы по приемке. То есть, объезд всех территорий, как я уже сказал, вот вчера были выявлены нарушения, предписание подрядной организации было выдано. Причем там нет такого, что вот на одном участке, допустим, все полосы не в гости. То есть, там, как вот по одному участку, вот в районе Лепси было указано, что вторая, третья полоса, уровень превышения такой-то. То есть, там не все полосы, а где-то отдельные. Вячеслав Николаевич, заканчивается, у нас, к сожалению, время эфира. Спасибо большое за комментарии, за пояснение, да. Спасибо. Вячеслав Николаевич Симаков, исполняющий обязанности главы администрации Кирова. На этом завершаем нашу сегодняшнюю беседу. До новых встреч. До свидания.